дешевая свежесть или дорогая смело дарите своим иностранным поклонникам какое-то кожаное сидение классного автомобиля то конечно это аромат такого знаете человека с чувством юмора огромный привет с вами елена вау надеюсь что вы меня узнали подписывайтесь на мой канал здесь мир ароматов косметики лайфстайл и все что нам приносит с вами радость включая шопинг конечно ну а я сегодня очень ждала этот выпуск знаете почему потому что наконец-то мои руки добрались до мужских ароматов и наконец-то мои руки добрались до мужчин и сейчас мужской аудитории я буду с большим удовольствием радовать какой аромат выбрать мужчине если они мужчины такие разные кому-то исключительно что-то дорогое и притягательное другие любят спортивное свежее одним словом как же ему вашему мену угодить я решила показать вам красивую осеннюю подборку ароматов разных стилей и характеров каждый из них вызывают у меня симпатию и привлекать мое внимание и осенью они станут прекрасными ароматными дополнениями для вашего мужчины поехали простой и понятный есть категория мужчин которые они готовы выйти за рамки своего парфюмерного комфорта они любят классику и все эти нишевые миксы в ароматах для них конечно странная и непонятная тема другое дело если им преподнести аромат универсальный но современный и красивый флакон стильный и молодежный и это саважный вариант парфюма так дискоры твуд green и он в стиле аромата саваж но с большим количеством лимон и мне кажется что зеленые флаконы сейчас очень красиво смотрится ну правда мы привыкли согласитесь что мужские ароматы это в основном темные флаконы или все оттенки синего а здесь на полочке этот аромат видно сразу и хочется посмотреть какой же ты хочется его затестировать хочется узнать о нем больше и сейчас спустя 20 минут его раскрытие становится более таким мягким сладко свежим легкая горчинка и это значит что такой аромат вполне можно носить в начале осени он будет невероятно красив будет вас освежать и как базовый аромат почему бы да на этот аромат я обратила внимание потому что очень люблю на мужчинах когда нотки деревянные где-то так вот мелькают сквозь свежие ноты лимона бергамота красивый старт в этом аромате и дерево появляется постепенно что очень гармонично красивый флакон до красивое звучание но при этом вот это вот свежесть мужские ноты как во многих других ароматах а люксового сегмента поэтому друзья за тест обязателен ну а если вы хотите угодить своему молодому человеку боссу другу то это тот универсальный солдат который обязательно получит комплименты и вряд ли кому-то он прям совсем не может не понравится обратите на него внимание и если предыдущий аромат был простой и понятный то следующий аромат это ностальгия и некая классика и здесь опять хочу задать себе вопрос почему мне так нравится зеленые флаконы обратите внимание на следующий мой выбор просто это одна из новинок от каролина херрера и выполнен он мне кажется в стиле каких-то 90-х и то что во флаконе тоже аромат из прошлого он не напоминает какой-то такой бодрящий брутальный гель для душа какой-нибудь парфюм стиле александр пух и это достаточно харизматичный такой знаете яркий аромат который сразу же попадает в нос своей свежестью алкоголем знаете как в 90-х модно было чтобы если уже и парфюм так чтобы слышали все если заходить в лифт соседями так знаете у меня новый парфюм вот где для душа и мне кажется этот аромат тоже для тех мужчин которые не готовы идти за трендами парфюмерии вот сейчас он просто вот нету ничего такого интересного что цепляет в этом аромате его я выбрала на осень для тех потому что мужчины разные как я уже говорила и я выбрала для тех мужчин которые хотят просто поддерживать чистоту потому что здесь много чистоты в этом аромате как будто вы только вышли из душа как будто вы хотите показать всем что я здесь самый чистый потому что очень громкий аромат вот маленький пшик а он уже здесь заполонил собой и таким образом это для мужчин которые хотят выделить когда я была в турции вот это типичный аромат турецкого мужчины который хочет заявить о себе я здесь такой мы вот этой это этот запах поэтому смело дарите своим иностранным поклонникам мужчинам такие ароматы вот поверьте вы не прогадаете и здесь конечно есть сарказм он присутствует и это конечно ни в коем случае не критика типажи мужчины их предпочтения конечно разные и я это все принимаю но правда этот аромат можно услышать вот на таких мужчинах которые знаете такие есть самцы которые ходят и хотят привлечь в себе внимание что говорите старту аромат очень брутально верхний нот это черный перец ангелика ягоды можжевельника неплохо тогда потом лист фиалки водные ноты кашмирское дерево финале мадагаскарская ваниль яркий аромат однозначно limited edition в общем это одним словом такой дорогой свежак звучит свежак дорого не дешево не будет знаете вот какого-то геля для душа будет благородный оттенок свежести вот так бы сравнила потому что вот свежесть в ароматах это мне кажется один из тех запахов которые можно отличить дешевая свежесть или дорогая так вот это звучит более-менее дорого нету синтетики нету геля для души как я уже говорила такого знаете поэтому классика жанра еще из из прошлого какое-то такое знаете хочется надеть какой-то свитшот с тигром и сказать все и привет девяносто четвертый я вина что я постоянно уделяю внимание мужчинам которые любят классику какие-нибудь ароматы нишевые дорогие флаконы ну а есть же мужчины которые стильные до невозможности тратят деньги на шмоточки и для таких мужчин есть бренд который называется так сейчас бы его правильно сказать филипп play одним словом вы знаете этот бренд и посмотрите на эти флаконы которые я сейчас держу в руках и пока вы дарите мужчинам флаконы в виде просто голубого флакона то этот бренд решила почему бы не подарить ему black card типа милые тебе весь мир просто по плечу тебе море по колено и он такой а что что у тебя за аромат что у тебя за аромат а вот такой раз и такую карту достает мне кажется что это не серьезно но наверняка есть мужчины которые любят вот до сих пор поиграться в такие штуки за этим темным флаконом кажется будет какая-нибудь ароматная парфюмерная игра что-то такое веселенькая интересно но нет сейчас я разрушу все ваши мифы и так как же пахнет мужчиной какой нужен аромат мужчине которого есть безлимитная карта и здесь сколько это вообще я с такой суммы никогда в жизни не видела но учитывая что карта 1978 года то это мужчина уже знаете это от 35 короче и выше да нет проблема у меня с математикой одним словом что скрывается за этим флаконом за ним скрывается за ним скрывается а прогулка на лошади это аромат сена аромат коней а все потому что аромат очень насыщенный здесь на старте черный перец кардамон корица гвоздика специи темный шоколад ладан амбра невероятная база но кажется что как будто намешали гуччи том форда и получилось что-то вот это таким ароматом я отношусь спокойно а более того они мне нравятся на блоттерах я могу их долго тестировать понимать не сказать что они вызывают у меня отвращение потому что вот сейчас потихоньку начинает вылазить такое знаете лакей такая какая-то некая кожа какое-то кожаное сидение классного автомобиля но честно говоря мне кажется этот флакон не соответствует тому что есть потому что мне кажется такие флаконы для тех кто любит поиграть а у меня есть все что я хочу и тогда аромат должен быть более какой-то игривы здесь это серьезный дяденька сигарой никак иначе осени когда наш организм адаптируется к более холодной погоде мы сможем спокойно переносить и более такие звонкие громкие и интенсивные ароматы аромат достаточно громкий в плане знаете такого статуса он томный он темный и соответствует цвету флакона что касается его оформления то конечно это аромат такого знаете человека с чувством юмора человека который любит стильно одеться и может себе прикупить в коллекцию почему бы не купить какой-то интересненький аромат не свежак а что-то более томное модное от известного бренда и все-таки что-то в этом есть когда я пахнул мужскими ароматами что-то в этом такое сексуальное интересное одним словом выпуск завершается я очень надеюсь на ваши комментарии скажите какой из этих трех ароматов для осени из новинок вам понравился больше всего какой для вас просто нет буду очень рада обратной связи и надеюсь в целом вам очень понравился этот выпуск а я пошла прогуляясь дальше посмотрю какие новинки вам подобрать для следующего выпуска и до встречи на моем канале пока